ЛИБЕРАЛИЗМ Когда мы слышим это слово, в первую очередь возникают ассоциации с некими политическими программами. Однако это понятие не только из политического или экономического лексикона. Либерализм – одно из самых влиятельных направлений социально-философской мысли нового времени, провозгласившая своим принципом свободу личности. Как отметил мыслитель эпохи Великой Французской революции Бенджамин Констант, либерализм – это свобода во всем – в религии, в философии, в литературе, в промышленности, в политике. Свобода нужна человеку как воздух. Без нее немыслимо ни человеческое достоинство, ни полнокровное бытие людей. Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили сегодня в студию ведущего российского исследователя либерализма, доктора философских наук, заведующего отделом социальной и политической философии Института философии Российской Академии Наук Алексея Алексеевича Карамурзу. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. В первую очередь, давайте выясним корни и истоки либерализма. Некоторые исследователи возводят генеалогию этого явления еще глубокой древности и называют первым либералом мифического Прометея, который подарил людям огонь и тем самым уравнял их в правах с богами. Другие считают, что серьезно говорить о либерализме как какой-то оформленной доктрине можно лишь начиная с середины XIX века, когда были созданы классические труды британских мыслителей Иеремии Бентама, Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера. Откуда же все-таки следует вести отчет истории либерализма? Знаете, каждая философская доктрина любит углубляться в собственную генеалогию. Конечно, вытаскивать можно истоки из древности. Я считаю, это не безосновательно. Лично я в своих курсах истории политических учений и истории либерализма привожу просто проблемную ситуацию, где может промелькнуть понятие либерализма. Это полемика, например, Аристотеля с Платоном. Там есть некоторые элементы, которые потом, развиваясь действительно на рубеже нового времени, начинают играть уже не только философскую, но и политическую роль. Вот смотрите, логика Аристотеля против Платона заключается в том, что хаос в мир, а главная проблематика политической философии, это проблематика, как бороться с политическим хаосом, то есть с политическим небытием. Так вот, в отличие от Платона, Аристотель делает очень важное протолиберальное, раннелиберальное открытие о том, что хаос может идти не только снизу от черни, от рабов, от варваров. Иногда хаос провоцирует сама власть. И поэтому Аристотель придумывает идею, собственно говоря, золотой середины, это прообраз будущего гражданского общества, о том, что наиболее устойчивое социальное образование, это как раз вот середина, то есть граждане, они отличаются и от рабов, но они и способны противостоять тиранам. То есть от тирана может исходить опасность для социального порядка не меньше, чем от хаоса снизу. Вот это такая протолиберальная интуиция, она промелькнула, она очень важная. Эти две линии Платона, Аристотеля потом двигаются в обществе. Ну, смотрите, например, флорентиец Макиавелли тоже работал с этими понятиями в первом своем большом трактате «Государь». Он говорит о том, что да, государь – это гарант политического порядка. А в своей более поздней работе «Размышления о Тите Ливии» он говорит о том, что от самого князя, от главного лица в государстве, может исходить тоже политический хаос и начинает думать о том, как его уравновесить, то, что мы потом назовем политической демократией. Поэтому такая гуляющая идея, откуда идет хаос, которая действительно потом в политической философии стала достаточно стабильной, акцентированной, начиная с нового времени. Только я бы, конечно, отнес главную фигуру либерализма, такого раннего, но уже устойчивого, все-таки, как минимум, век раньше, на мой взгляд, это Джон Локк в Англии. То есть это полемика его с другими английскими философами. И я бы начало осмысленного философского политического либерализма начинал бы именно с Джона Лока. Дело в том, что период, когда жил Локк, это, в общем, достаточно сложный период в истории Англии. Казалось бы, самое развитое государство мира на пути к модернизации переживало очень большие и серьезные катаклизмы. Вот более ранний современник Джона Лока, Томас Гобб, в своих работах говорил о том, что поразительным образом Англия погрузилась, вот середина 17 века, Англия погрузилась в хаос. И весь вопрос для политических мыслителей, как бороться с хаосом, и кто источник хаоса, и в этом смысле на что делать акцент, чтобы снова установить какой-то относительный порядок и в социальности, и в мозгах, и так далее. Так вот, знаменитый английский мыслитель Роберт Филмор говорил о том, что должна быть просто реставрация власти абсолютного монарха, и через религию можно восстановить порядок. Томас Гобб предложил идею, что через Левиафан, то есть через тотальную государственность, которая будет следить за всеми человеческими отправлениями, уже в меньшей степени религиозные, а такая прообраз такой диктатуры, которая, однако, потом начинает все больше размягчаться, и даже Левиафан становится, как условно говоря, более добрым, и в этом смысле даже отдает человеку некоторые приватные пространства, где появляется свобода, гражданское общество и так далее. И все-таки это через тотальную государственность. Это такой доведенный до предела и татизм, и патернализм, когда государство, так сказать, оно все и отец, и работодатель, и законодатель. Абсолютно верно. И сам Гобб, кстати, он исходил из того, что в человеке господствует зло. Вообще человек это волк по своей природе. Отсюда знаменитое выражение «человек к человеку волк». Кто может побороть животные инстинкты человека? Только суперзверь. Поэтому Левиафан – это суперзверь. Это из египетской, из античной мифологии. Это такое животное, которое никто никого не видел. Это мифический такой то ли кит, то ли крокодил. Во всяком случае, сам Гобб срисовал нечто подобное. По-моему, это, если не ошибаюсь, есть в Библии также образ чудовища. Да, да, да. Ветхозаветное такое существо, которое просто надо было спроецировать и задать ему некоторую философскую и политологическую уже новую суть. Так вот, только Левиафан, как суперзверь, по Гоббсу, может победить животную суть человека. И вдруг приходит младший современник их, Джон Лок, который предлагает другой выход. Не через Бога, не через Бога, как королевская теократия, не через суперзверя, а через право и через свободу. Вот альтернатива либеральная уже в чистом виде. И, конечно, тексты, которые он пишет, это, в первую очередь, два трактата о политическом правлении, он прямо полемизирует с Филмором и с Гоббсом. Он говорит, что многие хотят навести порядок жесткой рукой. Но, таким образом, они окончательно разрушат всякий порядок. Поэтому порядок можно обрести только через свободу. Джон Лок апеллирует тоже к священному писанию. Он вообще был и теологом в этом смысле. Он считает, что именно в священном писании и в христианстве как религии заложены либеральные корни. Потому что именно Бог завещал людям. Во-первых, создал человека по образу и подобию Божьему. То есть, это прямая полемика с Гоббсом. Это не волк. Это человек. Да, человек падший, человек, который был искушен, которого выгнали из рая. Но он может обрести вот эту свою суть на путях свободы. То есть, свобода заложена в священном писании. Вот идея Джона Лока. И надо сказать, что этот проект получился. Во многих странах, ведь не только в Англии победил локовский проект. Лок лично писал конституции некоторых американских штатов. Отцы-основатели Соединенных Штатов были прямыми учениками Лока. А потом, да, уже английская традиция, французское просвещение. Это особая линия в либерализме. Это и Вольтер, это и Монтескье, это частично Руссо. В общем, это уже несколько таких мощных линий либерализма, которые, на мой взгляд, продолжали традицию именно Джона Лока. В каком-то смысле, в ситуации с Гоббсом и Локом мы можем говорить, очевидно, о разных интерпретациях христианской традиции. Поскольку вы рассказали о Локе, в общем-то, его можно отнести к раннему европейскому просвещению. И он ведь был не только политическим мыслителем. Он не менее значимый вклад внес в историю гносеологии, теории познания, эмпирической философии Джона Лока. Вообще, историки либерализма, как правило, выделяя некие основные идейные источники этого направления мысли, как раз указывают на рационализм и эмпиризм философии просвещения, на политическую экономию Адама Смита и буржуазные политические доктрины XVIII века, квинтэссенцией которых стала Французская декларация прав и свобод человека. Таким образом, выделяется три неких компонента либерализма, а именно философский, политический и экономический. Каково, на ваш взгляд, соотношение этих компонентов между собой? Они все чрезвычайно важны. Они не только не случайны, они закономерны для становления либерализма не просто как идеи или как умонастроения, а как проекта, который потом вживляется в повседневность. Социальные отношения между людьми. В этом смысле, конечно, надо разграничивать два понимания либерализма. Очень многие считают, что это просто умонастроение. Вот говорят, он либерал, он настроен по-либеральному. Но ведь, знаете, и рационализм, и скептицизм, тоже все эти измы, это тоже умонастроение. Но никогда скептицизм, например, не претендует на построение некоторого альтернативного социального проекта. А либерализм, будучи и умонастроением, начинает постепенно под себя подбирать некоторые основания, которые позволяют ему укореняться как доминирующая социальная система. Поэтому, конечно, источники и экономические, и политические, но с упором именно на философские, потому что не укореняясь в философии, ни один проект современный невозможен, на мой взгляд. Все растет из философии, все растет не просто из умонастроения, а из некоторого философского знания и философской мудрости. Вот либерализм, в отличие от многих других измов, набирает себе вот эту подпочву, и таким образом начинает расцветать разными либерализмами. Многие даже говорят о том, что сейчас уже одного либерализма нет, есть либерализмы. И я уверен, что в этом смысле российский либерализм, он обладает своими особенностями, и он подключает другие основания, те, которые, может быть, находились на втором плане в странах Запада. Но вот по отношению к политике и экономике, например, у нас экономика все-таки была немножко на заднем плане. Он никогда не был узкоматериалистическим, зато очень расцвел в России, как понятие, например, правовое. У нас либералы, это, как правило, в меньшей степени экономисты, до XIX века, во всяком случае. Но уже понятие правового либерализма расцветает со времен Екатерины II. Это, на мой взгляд, некоторые особенности эволюции генезиса русского либерализма, который тоже набирает себе потом все основания и в экономике, и в праве, и в политике, но, возможно, с некоторыми инверсиями. Алексей Алексеевич, прежде чем перейти к разговору непосредственно о русском либерализме, я бы хотел задать последний вопрос, все-таки о либерализме в целом. Если, как мы договорились, историю классического европейского либерализма возводить к Джону Локу, то мы можем насчитать тогда как минимум три столетия либерализма. За эти три столетия либерализм проделал довольно существенную трансформацию. Если первоначально ранний либерализм ставил интересы личности превыше общественных, исповедовал принцип максимального невмешательства государства в дела людей, и был, в принципе, космополитичен, то либерализм уже XX века, он, как правило, социально ориентирован, он предполагает государственное регулирование многих сторон человеческой жизни, и он также зачастую имеет национальную окраску. Это самосовершенствование доктрины, когда она начинает иметь отношение к социальности, она, конечно, начинает считаться с этой социальностью. То есть период такого свободного либерализма, типа «lesse faire, lesse passe», то есть «пусть все идет, как идет», «делай, что хочешь», условно говоря, «lesse faire», можно и так перевести ведь с французского. Вот постепенно действительно социальная доктрина начинает укрепляться в либерализме, и он начинает синтезироваться, он начинает синтезироваться с консервативными ему настроениями, он начинает, если, например, вольтеровский либерализм был достаточно атеистичен, во всяком случае, для других, для вольтерианцев, так скажем, хотя он сам не был, конечно. Вот сейчас я вижу настроение конвергенции таких либеральных классических установок вот с христианскими доктринами, с консервативными, то есть большее внимание к традиции, не разрушая ее, а именно ее эволюционно преображая, и с социальными доктринами, а не с социалистическими. Хотя это по-разному происходит. Вот я бы сказал так, что континентальный либерализм, ну, условно говоря, французский, он, конечно, в большей степени, условно говоря, правый, правый, то есть он тяготеет, ну, я назову там имена типа Саркози, например, он для меня либерал-консерватор такого, так сказать, вольтеровского склада, а вот, например, американский либерализм, он более левый, и вот в столкновении, например, современных политических доктрин, ну, накануне очередных президентских выборов, я вижу, что, конечно, Обама, в этом смысле, он левый либерал, и он оппонирует консерваторам, достаточно жестким правым, будь то, там, Мит Ромни, или другие кандидаты, там, Гингрич от республиканской партии. И в этом смысле американский либерализм более левый, и иногда даже они удивляются, когда в современном российском контексте либералов называют правыми, потому что для них либерал — это левый, по отношению, это, как бы, левый истеблишмент новой Англии против консервативного, среднего запада, юга и так далее, более республиканского. Поэтому либерализмы очень разные, и, повторяю, национальные традиции развития, очень разные траектории, хотя понятно, что этот куст примерно состоит, как бы, из веток, которые присутствуют везде, но их относительное развитие, оно различное, и в этом смысле можно поговорить конкретно о российском либерализме, который, повторяю, имеет довольно много особенностей. Как, например, обстоит дело в политической культуре современной России? Есть ли здесь какая-то система, какой-то порядок? И, в частности, вот как, например, можно расшифровать с этой точки зрения название либерально-демократической партии? Я не предлагаю, как бы, переходить в политологию, просто с такой академически-экспертной точки зрения. Ну, если говорить о партии Жириновского, на мой взгляд, она не либеральная и не демократическая, но создавалась она как первая такая некоммунистическая партия в свое время. Ну, не затрагивая уже вот эти вот, так сказать, консперологические теории, на практике, по ее идеологии, по ее политике, как ее можно характеризовать? По ее политике, во-первых... Является это либеральной партией? Я думаю, что нет, потому что понятие свободы там вовсе не доминирующие. Это была либо антикоммунистическая партия создавалась, она набрала все хорошие слова, которые ассоциируются с антикоммунизмом. Вот, во всяком случае, лидеры партии даже это не отрицают. А что олицетворяется с антикоммунизмом? Демократия и свобода, то есть либерализм. Поэтому вот такое право первой ночи стать первой некоммунистической партией, они, конечно, схватили, все лучшие слова себе взяли. И теперь очень трудно, и бывала масса даже смешных вещей, когда Запад, не совсем понимая, так сказать, наши политические расклады, а просто смотрел по самоназванию, они-то привыкли достаточно строго относиться к названию. Поверили в это, и даже начали Жириновцев приглашать на первые либеральные семинары. Они много поездили, были крайне довольны, и в этом смысле, конечно, они угадали с названием. Но, думаю, что современный спектр России, тем более в перспективе либерализации сейчас законодательства, даст нам целый куст по-настоящему либеральных партий, хотя они поначалу, я думаю, не будут очень сильными и будут конкурировать, но со временем, я думаю, что на этом дереве нашей политической жизни вырастут вполне жизнеспособные ветки по-настоящему, и либеральные, и демократические. Получается, что все-таки либеральная идея пользуется популярностью во всем мире, и Россия не исключение, раз даже только один лозунг неподкрепляемый реальным содержанием обеспечивает такую поддержку партии. Но я бы хотел сейчас, с вашего позволения, вернуться к истории либерализма в России. Что касается его генеалогии, то здесь тоже ученые, что называют, сломают копья. В частности, русский историк-эмигрант Виктор Леонтович, автор известного фундаментального труда «История либерализма в России», в качестве первого либерала рассматривает императрицу Екатерину II. Как известно, она, особенно на первых парах своего правления, заигрывала с либеральными идеями, она состояла в переписке с французскими просветителями, и даже ее руководством был составлен документ под наказ уложенной комиссии, то есть той комиссии, которая предстояла принимать новые законы, фактически Конституцию Российской империи. Однако, как известно, этот наказ был разослан по канцеляриям империи, но был там положен под сукно, фактически, то есть его читать мало кому дозволялось. То есть получается, что если это и либерализм, то такой достаточно условный и ограниченный. Понятно, что не все соглашаются с Леонтовичем и готовы признавать Екатерину реальной либералкой. Вот как, на ваш взгляд, где истоки русского либерализма? Знаете, они действительно, на мой взгляд, в екатерининских временах. Но Екатерина сама была умной очень женщиной, очень образованной, но она не была теоретиком, естественно, либерализма. Она модничала с либерализмом, она действительно к либерализму относилась немножко поверхностно, но была чутка к словам советников. Вот я думаю, что в окружении были настоящие либералы. Первые либералы, конечно, довольно еще чудные, как все в России, немножко, так сказать, пытающиеся что-то взять с Запада и насадить в Россию. Но я назову несколько имен. Это, например, граф Никита Панин. Это канцлер Российской империи. Это лицо наиболее приближенное к Екатерине II. Но это человек, который хотел влиять на Екатерину в либеральном смысле и предлагал, условно говоря, шведские модели государственного устройства, которые по тем временам были, конечно, образцом либерализма, в известной степени, для России. И какова мотивация Панина, когда он пытается предложить Екатерине этот проект? Дело в том, что Екатерина ведь сама, она незаконная, условно говоря, русская правительница. И сама себя во многом ощущала. Во-первых, она немка, приехавшая сюда. Она, конечно, хочет здесь просветить страну на манер Западной Европы. А с другой стороны, она, конечно, знает, как она лично участвовала в убиении своего несчастного мужа. Но никто не знает, была ли она в курсе, или это переписка, письма там с Алексеем Орловым, это позднейшая там фальсификация и так далее. Но то, что она фактически возглавила переворот против своего законного мужа, это факт. Так вот, как устояться на престоле? Как стать законной, условно говоря? Как стать легитимной? Помимо того, что ее многие любили, ей была верна гвардия. И она начинает слушать Панина, который предлагает ей сделать конституцию. А в конституции, в законе будет уже сказано, что Екатерина настоящая русская императрица. Вот у нее чуткость на законно-правовую сферу. Она хочет в первую очередь легитимировать собственную власть. Но и как законная императрица уже хочет подарить свободу и ближайшему окружению. Естественно, никаких размышлений о освобождении крестьян тогда еще не было. Хотя и граф Панин, и граф Воронцов к этому склоняли. Но, вы знаете, она была очень быстро испугана Пугачевщиной. И даже наш великий Пушкин говорит, что есть две Екатерины. Это Екатерина, обожательница Вольтера и Дидро, с которыми она переписывалась. И та, которая воспринимает аргументацию Панина и Воронцова. А после Пугачевского восстания ее быстро консервативная партия склонила к мысли, что вольницу здесь давать нельзя, что Россия еще совершенно не готова. И если тут пойдет либерализация, то она кончится новым пугачевским бунтом. И по Пушкину она становится такой самодурной помещицей. В отличие от просвещенной императрицы, либеральной. Во всяком случае, факты биографии Екатерины говорят о такой очень серьезной эволюции. Но и потом, я думаю, что в окружении уже Александра Первого появляются люди. Уже начинается большее укоренение либерализма. И заметьте, что аргументация та же самая. Ведь Александр Первый участвовал в заговоре против Павла Первого своего отца. Не участвовал или его информировали. Но он воспользовался этим. И ступил на престол после отца убийства фактически. В этом смысле ему тоже надо было крайне узаконить и легитимировать свою собственную власть. Потому что он побаивался гвардии. Раз она может убить Павла, почему она не может расправиться с Александром? Там было очень сложное положение. И Александр начинает приближать к себе тоже конституционалистов. И главная здесь фигура, это, конечно, граф Михаил Михайлович Спиранский. Возвращаясь к Екатерине, мне вспоминается, что все-таки даже вот эта достаточно призрачная работа уложенной комиссии, она все-таки воспитала плеяду вольномыслящих людей, так сказать, в хорошем смысле слова. Достаточно назвать одного только Новикова Николая Ивановича, который был, по-моему, письмоводителем уложенной комиссии. Ну, на каком-то этапе он там работал в роли секретаря. Естественно, не впустую. Он впитал какие-то идеи, ознакомился с текстами. Но судьба его была как судьба либерализма при Екатерине. То есть она одно время ему благоволила, многое ему позволяло. Он много печатался, издавал журнал. Она находилась с ним в переписке. А потом судьба Новикова сложилась достаточно трагически. И он уже столкнулся вот с той самодурной помещицей. Именно она его репрессировала. Поэтому, на мой взгляд... Ну, она его репрессировала все-таки не как либерала, а за его связи с масонством. Потому что масоны поддерживали контакты с цесаревичем Павлом. Это правда. И Екатерина, так сказать, опасалась, нет ли там какого-то загорона. Очень мнительная, подозрительная была. И в этом смысле Николай Новиков, он оказался просто заложником ситуации. Заложником страхов Екатерина. Дело в том, что масонство ведь было... Никита Панин тоже был масоном. И масонство было элементом свободы мысли. И иногда между ними ставился даже знак равенства. Период истории русского либерализма, связанного с эпохой Александра I, он пока что еще ждет своего исследователя. По-моему, мало изучен. То есть были только дореволюционные работы Пыпина, допустим, общественное движение в России при Александре I. А вот с тех пор я, честно говоря, не припоминаю. Может быть, вы меня поправите. На самом деле это очень загадочная достаточно эпоха. И вот упомянутый вам Леонтович, который написал историю либерализма в России, например, считает, что Карамзин был либералом. Но вы знаете, Карамзин периода писем русского путешественника, это, конечно, гораздо больше и либерал, и вообще я считаю, что вообще либерал. Но это такой достаточно праздный путешественник, который едет, наслаждается Западом. При этом очень любознательный. Очень любознательный, надо сказать, что... Он же встречался со всеми знаменитостями. А как же, а как же. И больше того, они с ним встречались. Наши-то иногда очень любят попутешествовать и с кем-нибудь встретиться. А вот примут ли их? Вот Карамзина принимали на равных, потому что это был европейский, фундаментально образованный человек. И многим очень нравилось. Они считали, что вот это и есть настоящий русский. Просто еще большинство русских еще не доросло до русской взрослости. А вот Карамзин очень эффектно представлял такую русскую взрослость. Но к концу жизни он явно перешел на более консервативные позиции. Вот его уже такая поздняя относительно записка Александру Первому о старой и новой России, это, конечно, консервативный документ. И я не совсем понимаю, почему Леонтович настаивает на однозначности этой фигуры. Он вообще любит такие опорные, ключевые фигуры, довольно консервативные. Я бы сказал, для него либерализм это либерал-консерватизм в известной степени. Он очень боится радикализма. Первый, так называемый, негласный комитет, который тайно собирал император Строганов, Кочубей, Чарторыйский, и начинающий Куракин, и начинающий секретарь, который потом дослужился до должности канцлера, Михаил Михайлович Спиранский, талантливейший выпускник, семинарист, религиозный человек, но сказавшего такую гениальную фразу, что нам в России давно пора заменить царское своенравие на свободу верную. Заметьте, это то, что говорил Аристотель, то, что повторял Локк. Вот эта идея. Порядок должен быть. Только порядок не за счет тиранства, а порядок за счет права и прав. Вот это главная такая первая идея либерализма. На мой взгляд, нашла очень серьезное выражение в работах графа Спиранского. И, кстати, он ведь Александру Первому тоже предлагал эту конституцию для того, чтобы в первую очередь узаконить права самого Александра Первого. Потому что я читал переписку западных послов, которые говорили, буквально писали через несколько месяцев после воцарения, даже через 2-3 года, о том, что власть Александра крайне неустойчива. И страну не исключено, что ждет целая цепочка переворотов. Вот убили Павла Первого, возможно, династия договорится, и на место Александра поставят какого-то другого человека. И я думаю, что Александр пошел на вот эту конституционную реформу, как, впрочем, незаконченную, не имевшую положительного конца. И приглашение Спиранского, и вот то, что он называл молодых друзей, во многом либеральных взглядов, это была идея, в первую очередь, чтобы сделать легитимную собственную власть. Я считаю, что в значительной степени и в 20 веке, если вы посмотрите на судьбу, например, Никиты Хрущева или Михаила Горбачева, вы увидите, что их либерализация во многом была такой интровертной. То есть они понимали, что им нужно самим усилиться, стать более легитимными. И они оседлали вот эту волну общественных настроений. Это очень важный элемент. Это реформаторство сверху. Я бы сказал, что это не особенность России. В других странах мы найдем массу примеров от Японии, Турции, Соединенных Штатов. То есть элемент реформаторства сверху в либерализме недооценен. Вот у Леонтовича он переоценен, а мы иногда этого недооцениваем. Но устойчив он может быть только тогда, когда он опирается на серьезное общественное настроение. Вот если продолжать эту цепочку хронологического русских либерализмов, то я должен сказать, что декабристский либерализм в значительной степени это был сословный либерализм, произрастающий из толщи, да, из элиты, но такой контр-элиты. Это полковники, иногда генералы тех победоносных армий, которые победили Наполеона, которые вернулись в страну и начинают предъявлять сначала к Александру Первому некоторые претензии. Почему нет той свободы, которая есть на Западе? Мы победили Запад. Неужели мы недостойны свободы? Чего вы боитесь? Это аргументация очень многих либералов. Особенно они были уязвлены, когда Александр Первый, под влиянием своего друга, князя Адама Чарторийского, или Чарторийского, как его иногда называют, он ведь дает конституцию Польши и не дает конституцию России. Это был очень сильный удар по самолюбию вот этой нарождающейся русской элиты, либеральной, которая переходит в оппозицию сначала тайным образом, через тайные общества, но с целью в нужный момент произвести здесь очень серьезную социальную трансформацию, с опорой, конечно, и на часть либеральной бюрократии. Они рассчитывали, что они сумеют вызвать снова Спиранского, который бы уже в 12-м году был репрессирован тем же самым Александром Первым и выслан из столиц. Это абсолютно европейская общая тенденция. Возревает некоторое сословие людей, условно говоря, авангард общества, или, как сейчас иногда говорят, креативный класс, который начинает думать о том, чтобы установить все-таки не для одного императора дать какие-то гарантии, а хотя бы для вот этого правящего, наиболее элитного, так сказать, российского класса. И начинают подумать уже и о социальных реформах, потому что именно к либералам относятся первые идеи, такие очень фундаментальные уже широкой либерализации, включая уже и освобождение основного тяглого населения, то есть крепостных крестьян, отмену крепостного права. И в дальнейшем в этом смысле либерализм и демократия, поскольку иногда их путают, а это разные вещи. Либерализм это все-таки примат идеи свободы, демократия примат идеи равенства. Но мировой опыт показывает, что поодиночке они существовать могут, но как серьезный социальный проект они должны друг друга подпитывать, и они должны идти рука об руку. Свобода не только для себя родного, но и для значительных социальных слоев, а в перспективе и для всего населения страны, сделать их гражданами. Поэтому дальше начинается вот эта по-настоящему либерально-демократическая традиция, она развивается весь XIX век, и к VI году она трансформируется уже в наличие парламента, который был относительно, так сказать, всеобщее избирательное право, конечно, со многими ограничениями, в Конституцию, то есть основные законы VI года, когда, в общем, либеральные движения, соединяясь с социальным движением, становится уже очень конкурентным социально-политическим проектом в России. Ну вот мы рассмотрели эпоху Екатерины, Александра, и тогда и тогда был некий старт данной либерализации страны, но дела до конца доведено не было. При Николае I, как известно, Россия была подморожена, хотя это выражение из другой эпохи, но де-факто. Вот тут, видимо, мало о чем можно говорить, скорее о каких-то подспудных процессах. Ну и, очевидно, только вот уже эпоха Александра II, царя-освободителя, царя-реформатора, великих либеральных реформ, она становится и временем классического русского либерализма. И здесь как раз вот опять встает этот вопрос, какой-то середины между крайностями радикализма и консерватизма. Как вот вы сказали, был Радищев, он радикальный мыслитель, был Карамзин, он более консервативный. Здесь тоже вот в русском обществе разворачиваются новые движения, активизируются поиски новых путей, начинается обсуждение злободневных социально-политических проблем, и вот в связи с этим формируется коллизия двух таких оппозиционных лагерей. С одной стороны радикалы, непримиримые противники режима, всевозможные революционеры, анархисты, народники, а с другой стороны такие не менее непримиримые, твердые на своих позициях консерваторы. Но было и некое третье течение, либеральное. Вот можно ли его назвать таким третьим путем своего рода, которому, к сожалению, не суждено было, в общем-то, в итоге, возглавить общественное мнение российское и стать во главе общественно-политического движения, но у которого был большой шанс. Вот между деспотизмом и хаосом есть действительно третий путь, которым и прошли основные страны. Почему они и благополучны сейчас? Они сумели, действительно, прям по Аристотелю сделать, они сумели оттеснить ту власть, которая пользовалась аристократическими привилегиями и была неподконтрольна обществу, на что обращал внимание Вольтер, предположим, еще в свое время, когда он говорил о раздавите гадину, он как раз и говорил про вот этот верх, от которого идет хаос в обществу. А с другой стороны, эти страны сумели парализовать вот эти спонтанные всплески неправовой активности снизу, то есть революции. Вот пройти между сциллой реакцией и харибной революцией России было очень и очень трудно, и действительно у нее в 60-е годы появился шанс. Но заметьте, мы уже переходим к Александру Второму, а для меня очень важен вот этот момент. Дело в том, что 30-летие контрреформ, жесткого охранительства Николая Первого к чему привело? Привело к хаосу. По стыдному достаточно поражению в Крымской войне. То есть Россия пережила катастрофу национальную и национальный позор. И даже есть аргументация, я слышал от весьма уважаемых западных исследователей, то, что серьезная версия о том, что Николай Первый практически наполовину покончил жизнь самоубийством. То есть перестал лечиться. Выходил в легком кителе в 40-градусный мороз принимать парады в Санкт-Петербурге, в февраль 54-го. А потом заболел воспалением легких и перестал принимать любые лекарства, перестал есть, пить и так далее. Почему? Он переживал этот позор, его называли жандармом Европы. А он превратился в европейское посмешище и наблюдал дальний бинокль, как английская эскадра стоит около Кронштадта. Это для него была катастрофа. После 30 лет того, что он чувствовал себя хозяином, он оказался абсолютно морально раздавленным. Мне кажется, это более сложная фигура, чем у нас принято его представлять, скажем, по русской классической литературе, которую так, в общем, шельмовал Николай, Николай Палкин, даже эти клички. Он, безусловно, был человеком непростым, и у него была вот эта внутренняя трагедия, которая связана с тем, что он разочаровался в своих убеждениях. Поэтому, когда он отдает власть уже на смертном адре, отдает власть Александру, наследнику, он так и говорит, что «Саша, отдаю тебе империю не в должном порядке». И возникает вопрос, а что делать, как трансформировать? И вот тут у Александра Второго появляется альтернатива. Либо все-таки закручивать гайки дальше, очень сильные, охранительные. Никуда не ушли эти люди из окружения Николая Первого. Они все готовы закручивать дальше. И появляются альтернативные либеральные команды, которые до поры до времени скрываются вообще в эмиграции, условно говоря. Ну, так нельзя сказать, что они не как Дерцен уехали, разорвав связи. Но они предпочитают не быть при дворе. А это крупные люди. Братья Милютины. Будущий министр внутренних дел и министр обороны, условно говоря, это князь Черкасский, это команда такой, как Александр Головнин, который потом станет министром просвещения. Где они скрываются? Они скрываются в Риме, в салоне великой княгини Елены Павловны. Это вдова четвертого сына Павла Первого, Михаила Павловича. То есть, младшего брата Николая Первого. Эта женщина до сих пор недооценена совершенно в нашей истории. Это одна из родоначальниц российского либерализма. Я вам всерьез говорю. Она, правда, тоже, как и Екатерина Вторая, немка, но тоже принявшая православие, тоже свободно говорящая на русском, изучившая язык, культуру и так далее. Она поняла, что свобода – это не калька с Запада, а это внутренний императив, необходимость для России. И вот она вторую жизнь, уже будучи вдовой и человеком уже в возрасте, начинает покровительствовать молодым, талантливым будущим реформаторам. И в своем салоне, я знаю, это 1957-1958 годы, они еще не вернулись. Реформы-то еще не начались в России. Еще такое междуумочное состояние. Александр Второй раздумывает, каким путем идти. И она предлагает ему целую команду реформаторов. Она имела очень большое влияние, будучи тетей нового императора. Ее, кстати, очень уважал сам покойный Николай I. Он говорил, что это самый большой ученый в нашей семье. И вот эта женщина становится покровительницей либерального кружка, которая из Рима переезжает в Россию и фактически проводит реформу. У них на все должности оказалось достаточно много людей. Это была сплоченная команда с очень точным, выверенным планом преобразований. Не только крестьянская реформа освобождения. Это судебная реформа знаменитая. Это армейская реформа. Это реформа местного самоуправления, то, что называется земская реформа. Это комплексная большая реформа, которая потому и получилась, что была серьезно продумана, за которой стояли очень серьезные люди. Кстати, одним из идеологов этого кружка, Елена Павловна, об этом мало кто знает, был Иван Сергеевич Тургенев, который провел эту зиму в Риме, вот в этом салоне, и был одним из активнейших участников. Сложись его жизнь по-другому, он же ведь философ по образованию, между прочим, Иван Сергеевич, блестящий образованный человек. Когда с ним канцлер Германии Гогенлое говорил три часа, он говорит, слушайте, это готовый премьер-министр для России. Так вот, конечно, Александровское время – это время расцвета классиков. Здесь расцветает талант Бориса Николаевича Титейна, Константина Каверина. Еще до этого, в общем-то, достаточно серьезная либеральная фракция, еще даже при Николае, хотя находилась, в общем, на задворках немного, но я имею в виду Тимофея Николаевича Грановского. В следующий год мы будем праздновать 200 лет Грановскому. Это один из классиков российского либерализма, идущий от профессуры, от профессуры по истории в Московском университете. Это был владелец, властитель умов очень многих к тому времени, вот этого либерального лагеря в Москве. Здесь было в Москве посвободнее немножко, чем в имперском Петербурге, поэтому очень многие вышли из Москвы, тот же самый Чечерин, например, это тоже пусканика профессора Московского университета. Так вот, либеральная такая московская альтернатива получает серьезное укоренение в высочайшей воле императора. Насколько мне известно, вы прилагаете усилия к увековечению памяти многих русских либералов, и во многих городах России, так сказать, при вашем содействии были установлены памятные доски. Причем здесь интересно то, что вы уделяете большое внимание тому, чтобы мы помнили и лучше знали труды не только либеральных мыслителей первого ряда, таких как Кавелин, Чечерин, Милюков, Новгородцев, но и незаслуженно может быть забытых, не только столичных, но и провинциальных. Я думаю, что нашим зрителям было бы интересно услышать пару имен, наиболее, может быть, характерных, и чтобы просто получить представление о том, какие масштабные фигуры жили, творили и мыслили в русской провинции. Вы знаете, это действительно особый длительный разговор, крайне для меня ответственный и приятный. Я возглавляю фонд русской либеральной наследия, который является как бы инициатором, мотором вот этой деятельности. Дело в том, что у нас действительно в провинции очень мало знают собственную традицию. То есть она была абсолютно выморота из провинциальной истории русской. Если наверху еще как бы что-то можно прочесть, то большевизация русской провинции привела к тому, что был уничтожен целый пласт исключительно важный для России. Это земцы, это земское движение в провинции. Дело в том, что к рубежу 19-20 века, вот еще при раннем Николае II, в значительной степени либеральная традиция в регионах нашей, в провинции укоренилась через земские губернские собрания или уездные земские собрания. И во многих, очень многих, примерно в половине русских провинций либеральные фракции победили на выборах местные управы, уездные и губернские земские управы. Ну, я приведу пример братья-близнецы, хороший пример князья Долгоруковы. Павел Долгоруков и его близнец Петр Долгоруков – это представители выдающегося рода Долгоруковых, это Рюриковичи. Так вот, один Петр начинал в земстве в Курской губернии, это Суджа, Суджинское уездное управо и Курское губернское управо. Потом через ряд ступеней, через работу в политической партии, в Кадетской партии, где он занимал ведущие позиции, он стал депутатом Первой Государственной Думы и стал первым заместителем Сергея Андреевича Муромцева в Первой Государственной Думе. То есть, это выдающийся политик. Я думаю, что для многих наших зрителей это фигура уникальная, поскольку он дожил до 85 лет, он в 1951 году был фактически замучен во Владимире, во Владимирском Централе. Он уехал в эмиграцию, потом стал лидером антифашистского сопротивления, но в 45-м году, когда взяли Прагу, советские войска, он был схватен СМЕРШем, и как Рюрикович, и как кадет член Центрального комитета ему припомнили в 45-м году. Вывезли во Владимирский Централ, и он там скончался в 51-м году. И вот сейчас найдено место, где он был захоронен, и мы едем туда через некоторое время, установим мемориальный крест, осветим его, закажем панихиду в церкви. Это фундаментальная такая русская фигура. В Курске мало о нем знают. И брат-близнец Павел Долгоруков. Его дворец мы знаем, многие москвичи знают, это вот за музеем Пушкина, как раз почти соседнее здание с нашим Голицынским домом. Это Малый Знаменский дом-3, где происходили все земские съезды, где происходили съезды оснований кадетской партии. Председатель кадетской партии, это ведь не Милюков, был как раз князь Павел Долгоруков. Вот после того, как он эмигрировал, был одним из лидеров русской белой эмиграции на Западе, он в 27-м году решил приехать в Россию, чтобы тайком все-таки узнать, что тут творится. Он переоделся в крестьянина. Но, к сожалению, кто-то из его челяди, у него, конечно, были преданные люди, но его опознали, и он был схвачен в Харькове. И вот после того, как, помните, было убийство Войкова в Швейцарии, вот в обмен на этого решением политбюро российского, советского было постановлено расстрелять 100 лидеров, так сказать, альтернативных, белых, условно говоря. И первым стоял князь Павел Долгоруков, как мощнейшая такая оппозиционная фигура. И скажу только, что настолько сильное это было земское движение в начале века, что даже шутили так, что в Санкт-Петербурге господствует дом Романовых, а в Москве господствует дом Долгоруковых, потому что это альтернативный центр сил, это земцы. Алексей Алексеевич, у нас уже подходит к концу время нашей передачи, но я напоследок хочу задать вам заключительный вопрос. В одной из ваших публикаций я встретил утверждение, что до либерализма необходимо дорасти, что он соответствует лишь сознанию достаточно развитого общества, в котором только и может приносить продуктивные плоды. В свою очередь либерализм, занесенный в культуру общества извне, в какой-то архаичный социум, чаще всего вырождается в деструктивный индивидуализм и провоцирует общественный хаос. Такая точка зрения расходится с распространенным представлением об универсальности либерализма. Ну и вопрос, прежде всего, в том, так все-таки доросла ли Россия до либерализма? Вы знаете, я правильно эту цитату привели, потому что я очень ответственно отношусь к понятию либерализма. Я не хочу вырождения свободы в хаос. Вот на мой взгляд, Россия еще век назад доросла до того момента, когда можно было установить больший, лучший порядок в России через демократизацию и либерализацию, через правовое государство. До свободы надо созреть, но еще опаснее пропустить тот момент, когда страна должна стать свободной. Спасибо, Алексей Алексеевич. Это очень хорошее резюме для нашего разговора, который, на мой взгляд, получился чрезвычайно интересным и продуктивным. В качестве резюме я хотел бы привести прекрасные слова, которые сказал о либерализме русский классик этого направления мысли Борис Николаевич Чечерин. Либерализм – это знамя, которое может соединить вокруг себя людей всех сфер, всех сословий, всех направлений. Это слово, которое способно образовать могущественное общественное мнение, если мы только стряхнем с себя губящую лень и равнодушие к общему делу. Это слово, которое изгонит из нас всю внутреннюю порчу, которое дает нам возможность стать наряду с другими народами и с обновленными силами идти по тому великому пути, которого залог лежит в высоких доблестях русского народа. По-моему, звучит совершенно неустарело и очень актуально. На этом благодарю вас за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова